Привет, друзья! Никак не мог понять, почему мы стараемся-стараемся. А у нас всего 145 тысяч подписчиков, а там один знакомый. Так интересно! У него там 400 тысяч подписчиков, причём я смотрю, иногда он интересные вещи делает. Например, что Земля квадратная. А в другой раз он делает такую вещь, что внутри Земли пусто, и там люди живут какие-то. Ну, другие совсем люди. Потом делает ещё какое-то видео. Ну, не поймёшь, не поймёшь, чего он там делает. Но самое интересное, что он очень талантливый. Он делает эти видео минут по 10. Вот так он говорит, 15 минут может говорить. И так интересно, всё складно, и всё время. Всё время он говорит о том, что наши, наши, вот, они изобрели всё. Да. А кто-либо иной ничего не изобрёл. Я вот всё время удивляюсь, а как же так может быть? А потом я понимаю, потому что и его прорвало, потому что он дошёл до того, что сделал видео, на котором он сказал, что он годы поддерживал то-то, то-то, то-то. А теперь, когда навыпускали такие законы, которые теперь и его, как говорится, не штрафанули, а наоборот, под каким-то пунктом, они его взяли и, короче говоря, под следствие подставили. Теперь он обвиняемый в чём-то. И он говорит, что это такое? Я же всё время поддерживал. Теперь я понимаю, почему у него столько много было этих продвижений. Продвижений. Потому что он делал эти ролики всегда с оглядкой. Что там, что там. И они его поддерживали. Понятно? Почему он такой блогер, суфер-суфер? Ну, талантливый, сукин сын, извините за выражение, очень большой талант. Ну, сколько вот людей, как говорится, испортил своими роликами, наверное, потому что сидит на двух стульях, получается. С оглядкой, чтобы его поддерживали. А с другой стороны, талант хочет сказать что-то интересное, необыкновенное. И у него получается такая вот личная, личностная раздвоенность. Когда он хочет и доброе дело сделать, и получается в искривлённом виде. Ну, как говорится, не по словам, по делам в суде. Ну, вот теперь вот получается, что он сам попал и завыл. Завыл от того, что добился того, чего и не подозревал. Он думал, делай вот так вот, он там, помогая вот там, поддерживая их, а и привели это к тому, что, как говорят, к тому, что получилось. Вот оно в чём дело. Ответственность нужно иметь человеческую. Почему мы науку человечности развиваем? Чтобы всякое продвижение, даже изобретательство, было у человека с чувством ответственности за последствия своих поступков. То же самое и многие актёры тоже поддерживали, поддерживали там, поддерживали, поддерживали, чтобы театр сохранить, чтобы ещё там фильм выпустить. И да поддерживались. А теперь воют. Интересное дело. Ну, ладно. Он взвыл, и я взвыл. А что делать? Разгружаемся. Он даже письмо написал туда наверх. Он там в ролике говорит. Я вам его не обозначаю на всякий случай. Потому что песучий он. И ещё расскажет, что мы сидим в земле, в квадратной, внутри. Как какие-либо рептилоиды. Всякие. Лучше я скажу о том, что у нас скоро выходит книга. Проэкламирую ещё, как говорится, её косвенным образом. И ещё лучше я скажу, что у нас вебинар 14-го числа с Романом Газенко, психолингвистом потрясающим. И посмотрите. И звук заодно ещё раз проверим, чтобы наш Влад Орлов, наш волонтёр, добровольный помощник, звук исправил программу, если она опять слетела. Ну, почему я говорю волонтёр? Потому что он добровольно помогает. А это большое дело. Вот слова с делами не расходятся, правда? Влад, посмотрит, пожалуйста. И мы тебе будем все благодарны. И, пожалуйста, как только звук исправится, и на вебинаре будет потрясающе для вас, чтобы вам было удобно. И всё, всё, вот пишите, пишите сейчас комменты, как звук. А я вам потом, если вы хотите, скажу имя этого блогера, и вы сразу поймёте, почему он звыл, и почему я начал этот ролик с этих слов. Доигрались. Да, доигрались. Я тоже раньше делал с оглядкой. Ну, это было 10 лет назад. А потом я сразу понял, что надо быть собой. Надо быть просто аккуратным, лишнее не говорить, и себя не давать провоцировать. Чтобы вот такие потом не зацепили тебя. Поэтому у нас там был и комар-беспилотник, и ещё что-то такое. Кто-то понял, кто-то не понял. Но зато наш канал без всякой рекламы сам по себе работает. И без всякого этого и стыдно нам не будет, а будет наоборот. До встречи, друзья.